Доброе утро! На 12-м канале новости. В студии Дарья Шадрина. В начале выпуска коротко о главном. Самый худший матч в сезоне. Авангард уступил Металлургу с разгромным счетом. Они заслужили победу. Хоккейный обозреватель 12-го канала Андрей Блохин назвал причины проигрыша. В зоне риска жители региона предупреждают. Паводок близко. Кому же сейчас стоит собрать тревожный чемоданчик? Они будут развивать уникальные для России проекты. В Омске стартует прием заявок от будущих резидентов экономической зоны Авангард. И творчество их профессия. Поздравления с праздником сегодня принимают работники культуры. Омский Авангард крупно уступил Металлургу в четвертом матче серии полуфинала «Востока». Уже на седьмой минуте Шимон Огрубец огорчил защитник Григорий Дронов. А ближе к концу первого периода Тейлор Бэк в большинстве удвоил преимущество хозяев. До сирены на перерыв Клим Костин сократил отставание. Но его гол ворота магнитки так и остался единственным в этот вечер. Дальше солировали уральцы. Во втором периоде они дважды реализовали лишнего. Боб Хартли сменил вратаря, но и Игорь Бобков в третьем периоде пропустил еще трижды. Итоговый счет 1-7 в пользу Металлурга. Команды сравнялись по количеству побед и теперь серия переезжает в Балашиху. Это возможно был один из худших матчей сезона. Мы теряли шайбу и соперник заставил нас за это заплатить. Они заслужили победу. Они всегда были первыми на шайбе. Но если вспомнить регулярку, у нас с Металлургом отделяли всего три очка. И борьба шла очень плотной на протяжении всего сезона. И сейчас мы видим то же самое. Счет серии 2-2. Борьба продолжается. Сразу после самого худшего матча «Авангард» вылетела в Балашиху. И по прилету наш хоккейный обозреватель Андрей Блохин проанализировал, почему ястребы так разгромно проиграли. Всем ночной привет из Балашихи. Команда «Авангард» только-только вернулась домой. Сейчас половина первого ночи по местному времени. И самое время понять, попытаться объяснить, что произошло во втором матче в Ангитогорске, когда наши провели, пожалуй, худшую игру в сезоне и разгромно уступили со счетом 1-7. Даже сложно такое представить. Если помните, я беспечно прогнозировал накануне этого матча крупный счет, но он крупный и случился, и доминирование «Авангарда». В итоге доминировала команда хозяев «Металлур». Почему так получилось? Потому что они вышли воевать. Плей-офф – это война. А наши вышли просто играть в хоккей. И не сумели по ходу этого матча перестроиться. Обратите внимание, по движению, по моментам, наверное, до счета 4-1, вернее 1-4, наши были вровень с магнитогорцами. Потом все сломалось, команда рассыпалась. Но до этого момента они свои реальные шансы реализовывали, все залетало. У нас не залетало ничего. Это можно сказать, что такое бывает, случаются такие игры, но забивают те, кто этого хочет, кто собран, кто нацелен на реализацию моментов, кто не теряет концентрации. У наших не было концентрации. Всего там малость, кажется. Расслабились, да, и получили 1-7. Именно так и бывает в плей-офф. Но это оплеуха, но это не нокаут. Счет серии 2-2, и преимущество своей площадки остается за авангардом. Надо только сделать выводы. Вот есть такой пример из прошлого, из недавнего. Сезон 17-18. 5 марта наши разнесли Уфу, на поляне Уфы, со счетом 7-2. Тогда казалось, все, мы сломали соперника, и мы возьмем эту серию. Ничего подобного. Дальше прошла команда из Уфы, потому что там сделали выводы, там перестроились. Вот и нам нужно перестроиться. И не забывать, что проиграна только одна игра. Компания не проиграна. Абсолютно точно. Вот мимо меня сейчас прошел Рид Буше. Повернись. Он заходит в гостиницу. Он садится на концентрацию так называемую. То есть команда будет всерьез готовиться к матчу пятницы. Пожелаем ей удачи. Андрей Влохин из Балашихи. Уже завтра авангард выйдет на пятый матч серии на своей площадке. Начало трансляции на 12-м канале в 22.15 по омскому времени. Не пропустите. В Омске начинает работу особая экономическая зона «Авангард». Уже с апреля стартует прием заявок от претендентов на получение статуса резидентов. Все необходимые документы для успешного старта масштабного проекта приняты. Кабинет министров накануне утвердил и то, какие структуры будут регулировать деятельность зоны. Кроме того, в регионе создадут наблюдательные и экспертные советы. Напомню, постановление о создании в регионе особой экономической зоны в конце прошлого года подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Губернатор Александр Бурков активно лоббировал вопрос ее создания на территории нашего региона. Это привлечет инвесторов к запуску новых производств и созданию рабочих мест. Благодаря этому увеличатся и налоговые поступления в бюджет. Уже сейчас на работу в особой экономической зоне «Авангард» заявлены 4 инвестора с инвестициями свыше 23 миллиардов рублей. К другим новостям советуют собрать тревожный чемоданчик. Жителям 25 районов области рекомендуют подготовиться к паводку. В зоне возможного затопления сегодня 187 населенных пунктов. Пока обстановка стабильная, но специалисты предупреждают, природа непредсказуемая, ситуация может измениться в любой момент. Вся служба региона к паводку уже готова. Быть начеку стоит и жителям потенциальных зон подтопления. Важно подготовить документы, одежду, запас продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Все вещи лучше сложить в чемодан. Документы храните в водонепроницаемом пакете. Ценные вещи и продовольствие на верхних этажах или полках. Также нужно узнать место сбора людей для эвакуации. Если же эвакуироваться невозможно, то необходимо подняться на возвышенность или крышу дома и ждать спасателей. Омские предприниматели продолжат платить за аренду областного имущества по льготным ценам. Такое решение принял региональный кабинет министров. Эта мера поддержки продлена на время действия в Омской области режима повышенной готовности. Экономят на аренде около 200 бизнесменов. Льготы уже составили порядка 140 миллионов рублей. Добавлю, что и за аренду городского имущества омские предприниматели тоже платят по льготным ценам. Напомню, в 2020 году по поручению губернатора Александра Буркова правительство региона приняло практически беспрецедентные меры поддержки бизнесменов. Помимо льгот по аренде в регионе действовали сниженные ставки по налогам. Они делают мир вокруг нас прекраснее. Сегодня профессиональный праздник. Отмечают работники сферы культуры. К ним, к слову, относятся не только сотрудники музеев и руководители творческих коллективов, но и, например, библиотекари. А еще писатели, поэты – все те, кто сохраняет культурное наследие. В нашем регионе это более 6 тысяч человек. С этим праздником всех причастных поздравили губернатор Александр Бурков и спикер регионального заксобрания Владимир Варнавский. Цитирую. У каждого из вас своя творческая сфера деятельности. Но всех объединяет особая общественно значимая миссия. Вы помогаете мечам видеть возвышенную красоту в окружающем мире. Через искусство врачуете души. Несете свет и доброту в повседневную жизнь. В ситуации пандемии и вынужденных ограничений вы активно осваиваете и применяете новые творческие форматы. Своим оптимизмом поддерживаете и вдохновляете земляков. Конец цитаты. Кстати, областной Минкульт – самое маленькое по количеству людей министерства. Там трудится всего 70 человек. Но объем работы, говорят специалисты, колоссальный. В регионе около тысячи культурно-досуговых учреждений. И еще в 10 раз больше кружков и секций. Определять сильнейшего в Омске сегодня пройдут финальные матчи волейбольного кубка памяти на Вадима Кайзера. Соревнования проводятся уже в четвертый раз. В течение четырех дней на площадке Дворца спорта «Юность», кроме мячей, за призы соревнуются 16 команд из шести регионов страны. Представлено две возрастные категории. Младшая – 10-11 лет и старшая – 12-13. Матчи помогут подготовиться командам к играм первенства страны и спартакиаде учащихся России. Чисто визуально видим, что дети очень высокие, дети настроены играть, дети настроены бороться. Омск всегда отличался гостеприимством. Поэтому надеемся, что все будет очень хорошо, замечательно. Дети будут бороться, будет достойная борьба и победит сильнейший. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.рум. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Нам 16 лет. Скидки на все. Телефон 999-222. Амичи еще могут увидеть песчаную сказку Гии Эрадзе. Гастроли королевского цирка продлили в Омске до 25 апреля. Представления будут давать по выходным и праздничным дням. С покупкой билетов стоит поторопиться. Их количество ограничено, так как из-за пандемии коронавируса заполнять зал можно только на 75%. Спрос остается высоким. На одном примерно уровне 75% практически постоянно заполняем, чему очень-очень рады. Программа абсолютно интересна всем. Недостаточно много животных. То, что любят наши самые маленькие зрители. Более того, у нас есть бегемоты выступают в манеже. Это уникальные для цирка животные. Особенно сразу три бегемота. Поэтому дети, конечно, в восторге. Равнодушными новое шоу заслуженного артиста России Гея Радзе не оставит и взрослых. А Мичу видят увлекательный цирковой спектакль с участием артистов российского государственной цирковой компании, в котором помимо животных будут и головокружительные трюки гимнастов на рейнских колесах и джамперах, а также эффектные номера конной акробатики. Гибкостью восхитит утонченная квилибристка, а задержать дыхание заставят романтичные воздушные гимнасты. Отмечу, что за первые два месяца после возобновления показа в цирковой шоу Гея Радзе «Песчаная сказка» посмотрели почти 20 тысяч мячей. И после каждого представления благодарные зрители приветствуют артистов стоя и буквально оглушают овациями. Весна – время обновлений. Наполнить дом свежестью и яркими красками помогут на ярмарке белорусского текстиля. Она открылась на Левобережье во Дворце молодежи и продлится с 24 марта по 9 апреля включительно. Товары славятся высоким качеством и выгодными ценами. Для комфортного сна подушки, одеяло, постельное белье или покрывало. Атмосферу весны добавят принты с бабочками и цветами. Обновить можно не только домашний текстиль, но и личный гардероб. Подробности в нашем материале. Одеяло и подушки из бамбука, хлопка, овечьего, верблюжьего и лебяжьего пуха. Такой сон точно станет самым комфортным, а покупка не ударит по кошельку. Все цены идут от производителей. Они гораздо ниже, чем в магазинах. И весь товар поможет подобрать продавец-консультант. Огромный выбор постельного белья, самых разных расцветок, постельные тона для умиротворения, весенние принты для яркой обстановки. Все комплекты из натуральных материалов от российских, финских или турецких производителей. Ну я купила постель, на которой мне необходимо в доме. Так как уже все износилось и решила сюда прогуляться. Товар очень хороший, качественный. Обновить можно и гардероб. На ярмарке сотни халатов и большой выбор домашней одежды. В продаже есть и лечебные пояса из собачьей или верблюжьей шерсти. Приобрести можно и другие мелочи для дома. Полотенца, носки или покрывало. Ярмарка работает в Дворце молодежи по адресу улицы Перелета-1 с 24 марта по 9 апреля включительно. Ну вот с лучших пасек страны в Омске. Новые виды этого полезного продукта в наш город привезли пчеловоды со всей России. На традиционной ярмарке меда мечам предлагают как лечебные сорта, так и десертные с добавлением свежих фруктов и ягод. Для всех покупателей действует акция. При покупке килограмма любого меда банка меда в подарок. Подробности далее. Опытные пчеловоды привезли в Омск десятки видов вкусного и полезного лакомства с лучших пасек Алтая, Башкирии и Дальнего Востока. Для тех, кто хочет поддержать свой иммунитет, есть целебные сорта. Липовый, имбирный, с пергой и прополисом. Все они богаты витаминами и микроэлементами. А новые виды меда с добавлением свежих фруктов, орехов и ягод станут ярким дополнением к любому чаепитию и приятно удивят гурманов. Я приглашаю всех вот именно за медами с ягодами. Это очень вкусный десерт такой с чаем, чай на травках заварить, с блинами, с метком. Все вам представим, угостим, дадим попробовать, посоветуем. Помимо большого выбора и выгодных цен, покупателей ждет и приятный сюрприз. Все дни работы ярмарки действует акция. При покупке килограмма любого меда, банка меда в подарок. Попробовать и выбрать полезное лакомство по своему вкусу, а мечи могут сразу на нескольких площадках. Выставка продажа меда проводится с 24 по 26 марта в торговом центре «Мега», а также в экспоцентре «Остановка Континент». И о погоде спонсор прогноза ИП Севкова Марина Балакановна, выставка продажи цеплиц в Омске. Сегодня, 25 марта, в городе переменная облачность, небольшие осадки. Температура днем 0,3, в районах облачно, небольшой снег. Дневные часы на 1,4 градуса ниже 0. Ветер западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Если хочешь летом богатый урожай, ты зимой теплицу со скидкой покупай. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. При покупке теплицы сейчас хранение до установки бесплатно. Получи скидку на монтаж или теплицу. И парник в подарок. Пенсионерам скидки. Площадь у хит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23. У меня на этом все. До встречи в 14 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова